Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет видео про Move2Run проект RunBlocks. Меня попросили снять этот обзор, и поэтому давайте разбираться, что это за проект и вообще нужно ли в него входить. Работать будем по шпаргалочке. Давайте же начинать. Первое RunBlocks, Move2Run проект от проекта OpenBlocks плюс розыгрыш. Move2Run проект RunBlocks это как будто бы дочерняя компания, можно сказать, или же просто проект от проекта OpenBlocks. Давайте быстро по нему пробежимся, потому что сегодня у нас будет разбор именно RunBlocks, а OpenBlocks это просто как площадка. Что это за OpenBlocks? Основной его плюс, пожалуй, это то, что его 30 июня залистили на Bybit, это вроде бы-1 биржа, то есть довольно хорошая, вот можем посмотреть прямо на главном сайте, нажимаем посмотреть и видим, что... Сейчас он прогрузится, да. Проверяем, 30 июня его залистили, он сделал 10 текстов, сейчас, конечно же, он упал и торгуется в 1,5 икса. Но это не так важно, факт того, что он есть на бирже, уже что-то значит, довольно-таки хорошая биржа. Второе, то, что у него в Твиттере за ним следит 90 тысяч подписчиков. Довольно, кстати, активный Твиттер, где они постоянно выкладывают какие-то АМА-сессии, постоянно посты про что-то новое, что вот у нас там что-то вышло еще раз, какие-то обновления, те же АМА-сессии и так далее. Это довольно важно, что проект в плане Твиттера активный, то есть есть чем развлекать аудиторию, если можно так выразиться. И третье, это партнеры. Партнеры у нас довольно-таки неизвестные, в том плане, что лично я о них много информации не знаю. Из более-менее интересных, это Jump Crypto, это Blizzard, это Shima Capital. Мне еще разработчик сказал, что в проект Open Blocks инвестировал самый крупный японский инвестор. Но я в это не вдавался, информацию не проверял, но это слова разработчика, поэтому, скорее всего, это правда. У проекта Open Blocks есть пока что только 4 игры. Давайте посмотрим. Это Run Blocks, это Roggie Blocks, ну, мой английский, вы сами понимаете. Это Land Blocks и четвертый, это Action Blocks. Сегодня мы будем разбираться именно с Run Blocks, это Move to a Run проект. То есть, по факту, тот же Step, он переводится как действуй, чтобы зарабатывать, там, двигайся, неважно. Второе, это у нас по шпагалочке, сайт Run Blocks, давайте тоже с ним быстренько разберемся. Сам по себе Run Blocks. Если честно, мне сайт, дизайн, вообще структура сайта вообще не нравится. То есть, я когда первый Run сошел, я такой, а что делать, куда вниз, вверх, куда нажимать. То есть, мы заходим, у нас дизайн, ну, как бы на любителя, опять же, не нужно как бы основываться на мое мнение, это лично мое мнение, и никого оно не интересует. Но мне дизайн не зашел, он немного непонятен лично для меня. Разработчик сказал, что проект очень популярен на азиатском рынке, поэтому, возможно, азиаты о том все понимают, но я немного запутался, то есть, информации на нем не очень много. То есть, мы видим на первой страничке у нас видео, что это за проект, там какие-то социальные сети, потом скачать бета-версию проекта, да, потому что проект пока что находится в бета-версии, на момент записи видео это 12 июля. И вверху три основные кнопки, это Marketplace, это как это использовать, это White Paper, со всем этим мы будем разбираться. Давайте пока что зайдем в Twitter проекта, что мы видим? Мы видим, что у Twitter у нас пока что 42 тысячи читателей, на самом деле, достаточно мало пока что, ну, опять же, хайпа пока что не было, и здесь большинство азиатов, насколько я понял. Активность под постами тоже есть, опять же, какие-то MSS, giveaway, тоже все интересно, кстати, активность довольно неплохая, 5000 лайков, ну, это, конечно, giveaway был, но все же. Меня смущает то, что у него партнеров нету, но сказал разработчик, что там как бы партнеры те же самые инвесторы, что и у нас на OpenBlock, поэтому как-то так. На самом сайте партнеров нету, я такое не очень люблю, но с этим тоже можно как-то жить. Следующий, это White Paper RunBlock, я его сейчас открыл в Chrome, чтобы сразу его перевести на русский, и чтобы легче было разобраться. Да, по факту, то, что я и говорил, это Moftorrent Project, то есть система та же самая, что и в Stepney. Если вы во Stepney не играли, не знаете вообще, что это за проект, хотя довольно, хотя, скорее всего, знаете, но, возможно, не разбирались. Условно, давайте сейчас быстренько просто пробежимся. Вы покупаете себе кроссовки, какие-то, неважно, там есть разные режимы бега, например, если вы любите ходить, вы покупаете кроссовки, которые рассчитаны на ходьбу, ну, точнее, на скорость ходьбы от 2 до 7 км в час. Если любите побегать, там от 15 до 20 км. Покупаете кроссовки, ходите в них, пока у вас не заканчивается энергия, прокачиваете, ремонтируете, потом за это все получаете токены проекта, которые потом продаете и зарабатываете реальные деньги. Вот, система такая. По факту, да, это обычная пирамида, то есть это ничем не поддерживается заработок, только на том, что заходят в проект новые люди. Как бы, как это было со Stepney. Stepney у нас, как бы, уже сдулся, он там жил вроде бы 2 месяца, хайповал, и, насколько я понял, многие на этом заработали, многие на этом потеряли. Как будет здесь, ну, не скажу, потому что не знаю, я не могу смотреть в будущее, пока что он живет. Пока что что-то можно, и окупаемость в данном проекте мы про нее поговорим немножко позже, но вот на момент записи видео с первым левелом окупаемость плюс-минус 55-60 дней. Разработчики говорили, что хотят окупаемость держать плюс-минус в диапазоне 45 дней. Как они это будут делать, я, если честно, тоже не совсем понимаю. По white paper, что у нас интересного есть? У нас есть то же самое, что я и говорил. NFT-шки это обувь, кроссовки, точнее, тип ходить для ходьбы, для бега, для того, чтобы прям быстро бегать, это теапазон скорости бега от 2 до 7, от 5 до 11 и от 7 до 20 километров. Атрибуты обуви. То есть у каждой обуви есть свои навыки, характеристики. Чем они лучше, тем вы больше там будете зарабатывать, тем они меньше будут изнашиваться, и тем больше они там условно дают энергии. То есть это атака, заработок, токенов и лукс, это удача, скорость, HP, очки жизни. С этим всем подробно можете, как бы, ознакомиться в white paper, я на это время не особо много терять не буду, потому что, как бы, информация вся есть, кому нужно, тут потратить полчасика, это все прочитает. Третье, точнее, не третье, а следующее. Токен проекта RUX плюс OBX. Да, RUX это основной токен именно проекта RunBlocks. Давайте его найдем. Так вот, RunBlocks, он сейчас стоит 93 цента, там 89 чего-то, чего-то, не важно. По факту, это мало, ну, потому что в среднем на первом левеле, на первых кроссовках вы зарабатываете где-то 10 токенов RUX за прогулку, вот это, то есть 9 долларов. При том, что у нас RUX стоил, там, условно, 9 дней назад, 10 дней назад он у нас стоил 2 доллара, 2,5, и вот это было поинтереснее. То есть он сейчас прямо укатался, давайте посмотрим, насколько его укатали на 60% плюс-минус. Довольно не весело, но надеемся, что команда как-то будет продвигать маркетинг, возможно, как-то сама выкупать, привлекать инвесторов, заливать его на разные биржи, чтобы токен вырос хотя бы до 1,5 доллара. Вот почему до 1,5 доллара, потому что тогда окупаемость будет примерно 40-45 дней. Это основной промо-токен проекта RunBlocks. В принципе, информации, как таковой, по нему интересной нету. На рейтинг смотреть не нужно вообще, потому что капитализация, по факту, здесь показывается неправильная, но она показывает, что вот, мол, в нем у нас 3 миллиона 700 тысяч долларов вылежит. Эмиссия, кстати, я тоже не совсем понял, они ее сразу уже вылили или не сразу, как это в блоке, потому что этого мы здесь не видим. Максимальное предложение 4 миллиона и общее предложение тоже 4 миллиона. То есть сколько сейчас? Ну, вроде бы тоже 4 миллиона, но сам КМК говорит, что данные нам не сообщались, поэтому мы про это не знаем. Вот, и второй у нас токен, это именно токен OBX от проекта OpenBlocks. Почему мы тоже будем разбирать? Потому что это же проект от одного проекта. Он у нас стоит вообще меньше цента, ну, я так понял, просто потому что у него эмиссия там 10 миллиардов. Рейтинг тоже у него низкий, токены довольно не, как бы, непопулярные, вот, но OpenBlocks у нас торгуется на Bybit. Это Bybit и BitGet. Биржа BitGet или BitGet, ну, мой английский знает, я про нее лично ничего не слышал. Bybit более интересный. На токенах RUX торгуется на, только, кажется, на одной свапалке, вроде бы, да, TraderJoy. Это свапалка на сети AVAX. Да, забыл сказать, что весь этот проект лежит в сети AVAX, то есть все комиссии за вывод, за ввод средств берутся именно в данной криптовалюте. Это довольно хорошо, потому что проектов на данной крипте я встречал довольно мало, и, как бы, комиссия сети здесь довольно низкая. Вот, в данном плане это, конечно, хорошо. Зачем вообще нужны токены RUX и зачем нужны токены OBX? RUX, они используются как фарминг, то есть то, что вы фармите и зарабатываете за прогулки, то, что вы тратите токены для ремонта, для прокачивания обуви, для создания себе третьей пары. То есть, когда у вас есть две пары, вы их как будто бы размножаете, у вас появляется третья пара. Это все тоже, за это нужен токен RUX. Второй токен OBX, он тоже используется для прокачки, то есть, например, чтобы прокачаться с 4-го до 5-го левел кроссовок, вам нужно там условно 5 токенов RUX и 1000 токенов OBX. Это просто цифры из неба, нужно точнее посмотреть в white paper. Вот, они используются при создании кроссовок. Если вы хотите скрестить кроссовки 5-го левела, например, самое первое скрещивание, вы там тратите условно 500 токенов RUX и 5000 токенов OBX. То есть, они нужны еще и там. Вот, и как бы это основной токен площадки проекта OpenBlocks, поэтому, мне кажется, он будет развиваться, так как это больше пока что у азиатов. Это лучше, чем если бы это было сначала у СНГ, потому что СНГ любит все сливать в нулину, ну, как показал опыт. Вот, надеюсь, у азиатов будет не так. И надеюсь, что Китай не заблотит, наверное, RUX, так как это было со Stepan. Идем дальше. Marketplace и окупаемость. Да, потому что вкладочка у нас на сайте от RUX, самое интересное и дизайн, который мне нравится, это Marketplace. Вот, сравните просто сам дизайн, давайте посмотрим. Сам дизайн Marketplace, все понятно, все отлично, и дизайн сайта. Ну, как будто разные люди делали. Давайте разбираться, что у нас здесь интересного. У нас пока что NFT-шек, этих кроссовок у нас 11500 штук. Количество людей, которые их держат, 1380, если я правильно понял. Flory Price, то есть минимальный прайс на NFT-шку, 31 AVAX. AVAX у нас сейчас поскольку, давайте посмотрим. AVAX у нас сейчас практически по 18 долларов, то есть можно плюс-минус подсчитать. Итак, и объем торгов у нас 100 тысяч AVAX. Давайте посмотрим, это практически 1,8 миллионов торгов в день, объем торгов. Не в день, а просто объем торгов, это достаточно много, как по мне, поэтому это хорошо, азиаты, конечно, свое держат. Давайте сразу же посчитаем окупаемость. Я говорил, что у нас в среднем 55-60 дней. Почему? Вот смотрите, минимальные кроссовки у нас стоят там 570, 573, 573, 600 долларов. Давайте берем среднюю цену выше 100 долларов. Открываем калькулятор и смотрим. 600 долларов. За прогулку самых первых кроссовок, то есть коммонок обычных, 10 минут вы погуляли на первом левеле на 2 энергии в день, да, потому что энергия, конечно же, ограничена. Вы не можете ходить, сколько вы хотите в день, это 2 энергии, если у вас одна пара кроссовок. Это вы получаете 10 токенов RUX по текущему курсу, пусть даже будет 9,5 долларов. Мы это берем и делим на 9,5 и получаем окупаемость в среднем за 63 дня. Я не учел, конечно, прокачку кроссовок, я не учел стоимость ремонта и так далее. Конечно, окупаемость будет либо больше, либо меньше, какая у вас будет тактика, но это уже как бы индивидуально, здесь нужно разбираться, более глубоко опускаться в проект, тогда это будет более понятно. Почему я сказал, что я хотел бы, чтобы токен RUX стоил там условно 1,5 доллара, потому что тогда самые первые кроссовки у нас будут окупаться, давайте посмотрим, у нас будет окупаться за 40 дней про то, что говорили разработчики, поэтому я надеюсь, что цена токена в будущем будет таковая. Куда пойдет цена токена в будущем, я знать не могу, потому что я как бы не провидец и не гадалка. Вот это нужно просто следить и уже разбираться. Так, идем дальше. С окупаемостью разобрались, аккаунт на сайте и приложение. Сейчас идет, кстати, бета-тест, в который вы тоже можете попасть, ну, на момент записи видео, это тоже немножко позже расскажу. Аккаунт на сайте. Для того, чтобы вообще пользоваться этим приложением, вам нужно будет создать аккаунт на Marketplace RunBlocks. Для этого вы заходите на сайт, ссылочка будет в описании, справа будет Connect, нажимаете Connect, выскакивает окно MetaMask, подключаете, и желательно, чтобы у вас уже была сеть AVAX, вы MetaMask, либо здесь выскочит у вас табличка, мол, смените, пожалуйста, сеть на сеть AVAX. Сменяете, и у вас появляется вкладочка My Account, нажимаете туда. Вот у вас Dashboard, это ваш аккаунт, это токены RUX и токены OBX, которые лежат у вас на аккаунте, именно на MetaMask, точнее не на аккаунте, а именно на MetaMask на кошельке. У меня там лежит сейчас 0 того и 0 другого. Но у меня есть RunBlocks аккаунт, в котором уже лежит 18 токенов RUX, потому что я немножко уже ходил в этом приложении, сам разбирался, ему было интересно, закинул сюда 0.1 AVAX на комиссию, и у меня есть одна коммунка кроссовки, с которых я, соответственно, и зарабатываю данные токены RUX. С аккаунтом на сайте мы разобрались, давайте же теперь перейдем к приложению. Ну, давайте еще такую небольшую сноску сделаем, что для того, чтобы вот вы условно купили на MyExpress какие-то кроссовочки, у вас они появляются вот здесь, Dashboard. Вам нужно будет их перевести в игру, чтобы они у вас отображались в игре, и чтобы вы могли на них бегать, зарабатывать и так далее. Вот, теперь давайте уже переходим к приложению. Сейчас я включу запись экрана на телефоне и разберемся с приложением бета-тестом. Итак, мы заходим в приложение. Что мы видим сначала вообще? Это количество заработанных токенов RUX, это энергия и это мой кроссовок. Да, когда вы будете первый раз заходить, вам нужно будет зайти. Вы там создаете аккаунт через почту, ну, я создал через почту Гугла, быстро, буквально 2 секунды, и потом вас попросят ввести инвайт-код. Вот, если вы смотрите данное видео либо 12-го числа, либо на протяжении недели, вы сможете ввести код, который состоит из 10 нулей. То есть 10 нулей подряд, и тогда вы сможете зайти в приложение, потому что пока что идет бета-тест. Когда будет открытый тест, ну, вообще, то есть, когда не открытый тест, а когда всех уже запустят в игру, инвайт-кода не потребуется. Сейчас же нужен будет этот код, поэтому те, кто не может зайти, и у вас просят данный код, это 10 нулей. Вот, вы заходите в приложение, если вы купили уже кроссовочки, кроссовки у вас будут находиться сначала в assets, это ваши кроссовки. Вам нужно просто в них зайти, активировать, можно так сказать, и они у вас появятся на главном экране, значит, кроссовки, с которыми вы будете бегать. Если у вас будет 2-3 пары, вам нужно уже будет выбирать кроссовки, именно с которыми вы захотите пробежать сегодня, потому что либо вы сегодня захотите погулять, просто пройтись, либо побежать. Вот, экран-приложение. Что вообще хочу сказать про приложение, про дизайн. Ну, дизайн, на самом деле, простой, то есть, ничего какого-то интересного я не вижу. Вот, довольно в плане удобности удобный, потому что я, там, например, условно не пользовался стептом, никогда не любил такие проекты. Вот, в этом походил, мне подогнали на фтишку, походил, ну, более-менее понравилось. Возможно, продолжу ходить и зарабатывать, там, себе на чайок, на хлебушек. Вот. Четыре вкладочки, это Mi, Market, Assets и Go. Это главная вкладочка, у нас здесь восполняется энергия. Энергия восполняется 25% каждые 6 часов. Максимум 2 энергии, если у вас одна пара кроссовок. Если 2, то вроде бы 3 энергии, это нужно посмотреть в white paper. Так, ну, это уже потом мы посмотрим, потом мы с этим будем разбираться. Как вообще идет заработок? У нас есть энергия, у нас есть токенный Rux. Мы нажимаем кнопочку Go, нажимаем Confirm. Она мне сейчас говорит, что у меня нет энергии, поэтому я не смогу ничего зарабатывать. 3, 2, 1, мы начинаем как будто бы ходить. Все, у нас здесь показана наша скорость. Для того, чтобы это все отображалось, нам нужно включить GPS, местоположение. Все, видите, вверху появилась кнопочка GPS. Но я сейчас не хожу, поэтому 0 скорость. Показывается скорость будет, будет показано, где вы находитесь, если вы нажимаете на карту. Когда GPS включится, оно вам подгонит прямо. У меня сейчас я покажу, я нахожусь в Финнице, поэтому оно показывает прямо мой подъезд, дианон такой небольшой. Вот, просто ходите, поддерживаете скорость в пределах, ну, в моем случае это от 2 до 7 километров. И за счет этого вам начисляются токены проекта. Сколько нужно ходить, чтобы они начислялись? Сейчас давайте посмотрим, сколько я здесь находил. Вот, как видим, я уже 6 раз куда-то ходил. Первый раз я затупил, не включил GPS. Просто так проходил 13 минут, мне ничего не начислили. Потом второй раз я ходил 0,61 километр, точнее 610 метров. Это я прошел за 11 минут, сделал 1000 шагов. За это заработал 5 токенов люкс, потому что у меня был нулевой левел. Вот, потом я вкачал все кроссовочки. Следующий у меня поход такой был. Это 1,1 километр, 1300 шагов. 11 минут я ходил, заработал 10 токенов люкс. На это потратил 2 энергии, кроссовки у меня были уже 2 левела. Вот, еще ходил вчера, если не ошибаюсь. Заработал только 2 токена люкс, потому что я там доходил энергию, которая у меня осталась. И там еще тупил, немножко зашел в магазин, забыл нажать на паузу. И оно у меня не засчитало половину того, что я ходил. Вот, и сегодня тоже ходил за 17 минут, прошел 1,2 километра, 1600 шагов. И заработал также 10,8 токенов люкс, потратил 2 энергии, кроссовки у меня уже 4 левела. Вот, я их постоянно улучшаю, то есть пока что я делаю реинвест. Мы заходим в ассет, 4 левел. Для того, чтобы улучшить на 5 левел, мне еще понадобится 1000 токенов OBX. Я их еще на аккаунт не закидывал, поэтому я улучшить это не смогу. Вот, 10 токенов у меня есть. Мне остается только закинуть 1000 OBX, нажать confirm, подождать 300 минут. И, в принципе, все, у меня будет 5 левел, тогда у меня откроется скрещивание кроссовок. У меня, правда, одна пара, нужно будет купить еще вторую. И так далее. Вот, ну, опять же, это самые обычные кроссовки, самые обычные муфты Oren, такой же, как и Stepan. Если вы играли, вы меня поймете. Вот, здесь нужно делать ремонт, я пока что его еще не делал. Можно, конечно, его отремонтировать за 13 токенов LUX. Не очень приятно, вот, ну, я это сделаю, потому что у меня нет выбора. Приложение мы разобрали, давайте же перейдем теперь к тому, как продавать токены из приложения. Просто много меня спрашивают новичков, там, ну, вот, ты показываешь, мол, криптовалюту, как это продать, как это работать и реальные деньги. Давайте с этим я вам тоже сейчас все расскажу и покажу. Идем в Marketplace наш, и нужно вывести данные токены из приложения, закинуть их на кошелек. Давайте нажимаем вывод и закинем, давайте, 15 токенов. Давайте 16, потому что 1 LUX это комиссия. Насколько я понял, да? А можно это все удалить? Нельзя. Нажимаем вывод, идем в Dashboard, на кошельке должны отобразиться эти 16 LUX. Я их просто контракт, а, сейчас можем даже контракт на кошелек добавить, смотрите. Нажимаем плюс на кошелечке, идем на кошелек, добавить токены. Сейчас подождем, пока они нам прилетят здесь. Итак, наши токены пришли нам на кошелек, 16 токенов LUX. Давайте еще посмотрим на MetaMask. Вот мы видим 16 токенов LUX. Сразу на маркетплейсе нажимаем на кнопочку Jetta LUX, New, и заходим, нас кидает на трейдер Джоя, это свапалка. Здесь мы нажимаем I understand, я принимаю, continue. Здесь выбираю токены LUX, сверху у нас это количество, нажимаем максимальное. Мы за 16 токенов получим 15 USDT. USDT это тезер, как бы он, надеюсь, не скомнется, как UST, вот, поэтому пока что ему можно доверять. Так, комиссия у нас за это 3 цента, AVAX, конечно, удивляет. Так, ждем, пока это у нас опрыгнется, оно опрыгнулось, и теперь нажимаем на кнопочку Swap, это обменять. Нажимаем Confirm Swap, ждем MetaMask. Конечно, сеть не такая быстрая, как Binance Smart Chain, но все же AVAX тоже неплохой. Нажимаем подтвердить. Отлично, теперь только знаете что? Я зайду на CoinMarketCap, я просто еще USDT у нас в этой сети не держал. Заходим сюда и добавляем USDT в сети AVAX. Так, давай сеть AVAX нам, пожалуйста. Просто добавляем в мой MetaMask. Можно добавить MetaMask? А, тут придется только копировать. Идем в MetaMask. Нам нужно добавить теперь Tether сюда. Нажимаем Import токенов, добавить. Import токенов добавили. Почему-то у меня на MetaMask не отображается USDT, я не знаю, с чем это связано. Может, какие-то лаги сети. Но вот если мы зайдем на скан, я так понял, Avalanche. Посмотрим мой адрес. Вот видите, 64 заканчивается. Начинается там что-то 0xbac. Давайте посмотрим 0xbac, 64 мой адрес. Мы видим, что у меня на BALANCE лежит 15 долларов. Я что-то не понял, почему они у меня не отображаются. Вроде бы я контракт добавил правильный. Но они, скорее всего, лежат. И придут это, скорее всего, лаги. Именно либо свапалки, либо же сети. В этом ничего страшного нет. То есть мы увидели, что токены спокойно выводятся, спокойно продаются. И потом эти деньги можно будет спокойно закинуть на BALANCE. И все. И там уже обменять на гривны, рубли, где вы там находитесь. В принципе, все. То есть проект деньги выплачивает. С этим проблем не будет. И последнее у нас по шпаргалочке. Это розыгрыш. Да, поскольку это рекламный обзор, меня попросили снять этот обзор. Рассказать свое мнение. Потому что мнение о проекте у меня не продается. Продается только обзор. Я согласился его сделать, если еще будет розыгрыш на 2 NFT для вас. То есть на которых флор в 500, практически 600 баксов. Мы сделали с разработчиками giveaway на 2 NFT. Что нужно для того, чтобы принять участие? Нужно быть подписанным на мой телеграм-канал. Заходим в мой телеграм-канал. Монлайв теперь в телеграм. Потом быть подписанным на сообщество RunBlocks. Тоже ссылочка будет здесь. Вот это комьюнити. Здесь чат. 2187 участников на данный момент. И потом заполнить форуму ниже. Здесь нужно будет указать электронную почту. Желательно указывать электронную почту, которую вы использовали при регистрации в маркетплейсе RunBlocks. Потом укажите никнейм Telegram. Это легко. Укажите кошелек Metamask. Просто кошелек Metamask, который вы тоже подключите к маркетплейсу RunBlocks. Это тоже нужно сделать, чтобы мы могли вам отправить туда NFT. Поэтому подключите и потом его указывайте. Потом ответить, что связали ли вы приложение RunBlocks с кошелеком Metamask. Ссылка на приложение. То есть нужно будет скачать приложение, зайти туда, авторизоваться, ввести код, если вам потребуется, вот этот инвайт код из 10 нулей. Нажать да. И сделать скрин из приложения. Просто главную страничку. Скрините, что вы как бы скачали. Пруф. Закидываете сюда и нажимаете отправить. Все. Форма отправлена. Потом, через несколько дней, кстати, для того, чтобы следить, когда будут итоги розыгрыша, подписывайтесь на мой Telegram канал. Я итоги потом опубликую. Я думаю, там неделька-две и выложим победителей, каждый из которых будет два победителя, заберет по одной NFT, на которую данный флор 600 баксов. Вот, в принципе, и все. Что могу сказать лично про проект от себя? Если честно, ну, это обычный Move to Error. То есть, прям ничего нового я не увидел. Тот же Stepan, только о другой компании. Возможно, что-то доработали, что-то не доработали. Будем смотреть. Я надеюсь, он не скомнется, потому что проект интересный. Хотя бы планом тем, что он сначала вышел у азиатов. Потом только мы про него узнали, и в этом плане, возможно, проект проживет, потому что как-то так получилось, что СНГ-сообщества, если тут выходит проект, они почему-то прямо так сильно не развиваются, либо развиваются. Но процент того, что проект развинется, будет развиваться, будет намного меньше, если бы проект вышел где-нибудь из США, в Азии и так далее. Вот, это такая статистика, это не мои мысли. Все, ребята, в принципе, видео на этом заканчивается. Всем спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на мой Telegram канал, подписывайтесь на сообщество RunBlocks. И всем пока, ребят.